Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, Интернациональная аудитория! Мы разберем старую помпейскую печь, сделаем новую. Будут напополам современные материалы и под старинку с глиной, с земли и старой керамики. Посмотрите старую печь. На что она была сложена? Видите, земля сложена на землю. Разные керамика, разные горшки, чтобы это не было. Одним словом, керамика. Видите, как она сложена? И печка работала. Здесь пекли хлеб и все, что необходимо для повседневной жизни. В средине, между камнями, между наружной стеной и внутренней стеной, тоже была земля. Если вы спросите, почему не в доме, почему на улице печка стоит? Ну, во-первых, как бы климат позволяет греться и работать на улице. Вот сейчас январь месяц, здесь тепло, все стесет. Дом не надо отапливать ежедневно, тот экономит, тот не топит. И потом, если что-то где-то коптит, то это позволяет работать на свежем воздухе. Очень удобно. Сейчас новые возможности появляются, сделать печку. Сейчас мы это все разберем. Я сесть в магазин, посмотрю, что у них там есть, какая керамика есть. Сейчас приблизительно померяем, чтобы получилось точь-в-точь. Припаянодека, да? Припаянодека, да? Ну, приблизительно метр десять, метр десять. И сделаем красивую печку. Я, кстати, недавно замешивал глину для одной цели. И, вы знаете, такой хороший продукт, конечно. Для строительства, для камня. Как забутовочный, очень интересный продукт. А зачем это разбирать? Оно стоит? Ну, надо разобрать, потому что здесь шиф отрезкалась. Надо разобрать, чтобы сделать красиво. И здесь, смотри, слишком кривизна. Мы все это разберем, вот до сюда или чуть ниже. И все сделаем аккуратненько, красиво. И будет любовь осмотреть. Печка из керамики будет, да? Да, внутренняя часть керамики. Она наружная из камня. Сделаем также под старинку. Такая же самая будет растирка. Здесь оно все будет беленькое, аккуратненькое. Итак, начали делать печку. Сейчас мы выставили вот камень. Вот я вчера вылетал его своим станком. Смотрите, я где-то 15 сантиметров выдвинул наружу. Всего 40 сантиметров. Камень. Хороший камушек. Флор. Вали прута и до халеки. Халеки Вали. Вали Васпи. Вали халеки. То есть, сначала нужно сделать платформу для того, чтобы поставить угол. Нужно сделать фурну. То есть, печку. Для того, чтобы печь хлеб. Сейчас у нас диаметр кольца. Метр. То есть, я вымачиваю сейчас с кирпича. До этого уровня я могу вымачивать хоть с чего. С камня, кирпича, хоть с чего. А потом уже пойдет керамика. То есть, в данный момент мы работаем все с раствором. А потом уже будем работать с глиной. То есть, обклиненная глина, просеянная. Замесим раствор и будем работать с глиной. Здесь мы сделаем нишу арку. Здесь будет проем, куда мы будем закидывать хлебушек, чтобы печь. Сейчас у нас новичок поставит наши камушки. Это ты. Это ты. Что ты делаешь? Верно. 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 Отлично. Верно. Верно. Не graduates. oma. Верно. Я оставляю здесь маленький камушек. Сильно не обрабатываю, потому что здесь будет запですかόж to wagerologers. И потом... Так, идем, 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 идем. Ох, где не кала, вали мясо. Втепай, втепай, так. Так, идти кала, идем. Втепай мясо. Втепай мясо. Я говорю о том, что когда наклончик идет вовнутрь, это хорошо. Ох, мясо, 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 мясо. Так, хорошо, хорошо. То есть или ровно, или в середину, в середину, во внутренность. Ну вот, это у нас сейчас хорошо выставлено. Сейчас мы здесь немножко обобьем. Можно отбить кови и доли гаки. Не интересно. Вот, то есть отбили. Так, 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 так. Сейчас мы здесь выставим следующий камушек. Постоянно мне приходится дрюкать насчет воды. И уже, то есть или то, что я прихожу, или ну всегда уже смотришь, ребята уже как бы зарубили это на сумму. Вода. Вода. Клей. Клей камней. Вода необходима. Ступенчатый камень служит низом отверстия печи. Где у вас будет ноль? Вы сами будете определять пять сантиметров или ровно со ступенькой. Где вы сделаете ноль? Вы сделаете еще одну маленькую, скажем, ниже этой ступеньки на пять сантиметров или под ноль сделаете со ступенькой? Это ваше уже дело. Мы же отмеряем 20-25 сантиметров ниже ступеньки. То есть у нас уже залитый бетон. И потом в бетоне, когда он был залитый, мы нашли центр, поставили арматуру. Эта арматура служит нам как циркуль. После того, как арматура застыла, мы привязали проволочку. Она не тянется. Для циркуля, чтобы циркуль сделать, веревка, нитка, где-то вы сильно поднажали ее, где-то вы послабее ее, и потом уже кривизна такая пошла, и потом думаешь, откуда? Потому что нитка. Когда проволока, у вас получается все четко. Начинаем вымачивать кирпичи. В нашем случае, вы видите, у нас черновой кирпич, и мы выкладываем по кругу. Когда мы сделали этот круг кирпичи, мы наружную часть всю забутовываем. Камень, глина, камень, глина. А вовнутрь засыпаем сухой речной песок. И потом делаем раствор с обыкновенной глины, в нашем случае глина или сеянная земля. Все это перемешиваем и сверху наносим. Когда нанесли, она немного подсыхает, и мы можем уже делать нижнюю платформу печи, то есть фундамент, на которой будет стоять самопечь. Этот фундамент производится с огнеупорного кирпича. Сейчас залил раствор с сено и глина. Как раз такая смесь получилась хорошая, вязкая. И вот я все это залил. Сейчас через некоторое время помоем, и все будет четко. Там оставил специально порожек, для того, чтобы не было ни грязи, ничего. Подготовлены камушек. Смотрите, какие надрезы идут. И потом вот так взбиваем. Для нашей печки хлебопечки. Делаем самый упрощенный вариант, но при этом получается добротно. Обратите внимание, мы используем циркуль, и таким же способом можете строить любые полукруги или круги. В нашем видео, как мы делали амфитеатр, там тоже использовали циркуль. И в любой другой детали, то есть дома, допустим, или круговые колонны, тоже можно использовать циркуль. Можно использовать шаблон, если это уже бетонная колонна есть, а вы хотите обложить камнем. Итак, как вы видите, мы первый ряд прокладываем, огнеупорный кирпич, а потом уже с керамики, то есть кусочки, то, что собиралось, а то, что у нас есть, используем вторую керамику. Ну и конечно, как любой кирпич, так и огнеупорный кирпич, можно резать болгарочкой, и можно по назначению, так сказать, резать болгарочкой. То есть, если необходимо, там подрезать где-то, почему бы и нет. Когда я сделал низ печи, у меня краешек арматуры, которая служила как циркуль, остается, и к этой арматуре у меня привязана проволока, и я начинаю вымачивать нашу печку. Зависимо от того, какую вы печку хотите. На вас вкус и свет. Если вы хотите 1,20 м, чтобы она была диаметром, тогда вы можете сделать метр, в нашем случае метр. Но еще другой прием, когда у нас практически от 0, он 50 сантиметров по кругу, она промерена, а можно сделать еще выше ее немножко. То есть, арматура немножко приподнята выше пола, выше огнеупорного кирпича, скажем, на 20 сантиметров, и вы уже ставите проволоку немножко выше, и ваша печка является немножко больше, немножко шире. И потом, в конце концов, если вы уже закончили печку, у вас все ровненько, все честненько, а вы залезли через то место, где вы засовываете дрова, с болгаркой, обрезали арматуру, и у вас ничего не торчит, все чистенько, гладенько. Саму печь мы сделаем на глину, внутреннюю сторону, внутреннюю стену на глину, запутовка глинина, а вот наружная часть, это будет цементно-известковый раствор. Вы спросите, где мы сколько керамики нашли? Я по крупицам собираю самые мелкие кусочки, где-то с пола это все подобралось, со старого здания, где-то в стенах эта керамика была, вот мы берем ее, чистим щеткой, аккуратненько, промакиваем водичкой. Любые кусочки, они могут использоваться, и любая деталь. Я иногда смотрю, пацаны там берут, раз там кидают эту плитку, то есть они даже не замечают, что с нее можно сделать, а с нее можно много чего сделать, именно с керамики. Вот это и есть та глина, на которую можно кладать камень, кирпич, все что угодно, просто ее надо сеять. Эту глину мы вот насеяли, вот там, вот она, смотрите, глина обыкновенная, глина, сеянная глина, как земля, ну, вязкая. Посмотрите, прошлый раз я снимал, вот, и немножко вышло, прошло два дня, и такое ощущение, что это не глиняный раствор, а цементный раствор, то есть очень, очень упругий, жесткий, вот я хочу сломать, и, ну, то есть, нереально, как будто там цемент, ломается, но, как будто цемент, этого достаточно для того, чтобы класть камень, любая почва подойдет для этого, любая, вот это, вот это, вот это, под ногами, то на что можно класть, и причем, я вам сказал, что, за счет вот этого, ну, сколько там, на зазор идет, ну, сантиметр два, внутри, в крайнем случае, вот это, они попадают, однозначно, и камни не имеют шата, они твердо стоят, а за счет этой твердости, я сейчас покажу, что, как раствор, настоящий раствор, и за счет этой твердости, может стоять помещение, мой подсобник, простым миксером, сбивает клину, вот, вот она клина, она ведь слишком, немножко вязкая, если, допустим, класть камень, на такую глину, немножко вязкая, надо песок, и отсев добавлять, если, класть вот такую, работу делать, она, как раз, нормальная, то есть, мне понравилось, хороший материал, очень хороший, на самом деле, глину, нереально, выдуть, вымыть, вот так просто, это нужно, нужно такой ливень, чтобы неделю, был ливень, и не прекращал, тогда, может быть, какой-то результат, и то, дома столетиями, стоят, сложенные на глину, и, ничего с ними, не происходит, так что, смело работайте, она, сильно вязкая, сейчас, и мы, попробуем, добавить, вот такой, отсев, я думаю, сколько, хватит, допустим, кто-то скажет, надо выше, если вы хотите выше сделать, то есть, вот здесь, арматурку, скажем, на 10 сантиметров, можно поднять, и сделать выше, мы оставляем так, 50 сантиметров, 50 сантиметров, тоже достаточно, поэтому, посмотрим, сейчас, нам необходимо сделать, перемычку, вот здесь, перемычку сделаем, вот, нам нужно сделать, арку, ускоренно и быстро, каким-то образом, отрабатываем, амфорку, поэтому, нам нужно сделать арку, А не проще арку поднять, чтобы не обрезать? Поднять на эту высоту и все. Но все равно, потом следующий камень, ну ее приподнять, вот там положить что-нибудь и приподнять, чтобы не обрезать. А здесь следующий камень, видишь, как идет, надо запаковывать чем-нибудь. А, ну давай поднимем тогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Звучит музыка Почему ты не мыл, а этот мыл Потому что это керамика Вот это керамика А это Кирпич я не мою, а просто Смачу водой, чтобы Чтобы раствор медленнее высыхал Потому что керамика Она впитывает в себя Когда я собираю Каждую мелочь Каждый вот такой кусочек Я-то знаю цену этого кусочка Я-то знаю, куда я его влюблю Ребята иногда посмеиваются Придурок О, как здорово Византия Вот она Византия 200-300 лет Возможно, этому кусочку 500 лет Возможно, он Легкий, как Обыкновенная керамика То есть Здесь есть История Мы эту историю Подровняем Для того, чтобы Нам поставить Его в нужное место И он будет хорошо стоять Водичку Ему дали Водичку Ему дали Попить Водичку Ему дали Попить Он очень-очень хороший Мне нравится Мне нравится Такой раствор Мне нравится Как он ведет себя Самое главное Что ты его как поставишь Так он и станет Мы вот Немножко так Как бы Проверим На ровность Потому что нам же надо Немножко ровно Это Вот Эта часть Которую мы делаем сейчас Это лицо Это лицо Всей Так сказать Конструкции Потому что Если у нас арка Будет ровно Так Все остальное Уже не важно Понимаете Тут главное Чтобы арка Была ровная Мы относимся К этому Щепетильно Я нагло Оставлю Я не пользуюсь Никакими Вот Мне Приблизительно Сам Зазор Создает Определенную Красоту Именно Именно Зазор Где-то Сантиметр Между камнями Да Если Если Зазора Нету Ну Уже Не та красота Понимаете В любом Строении Когда мы делаем Работаем Зазор Ну Приблизительно Одинаковый На глаз Хотя бы А у вас Я знаю Что во всех Глаз Наметан Потому Что Если что-то не так Вы все видите Я смотрю Внизу Было Нормально И вверху Чтобы было Нормально И так По горизонтали Чтобы Не было Переигрыша И Вообще Эту конструкцию Можно шевелить Как хотите Пока Я Думал Пенопласт Толще Но Что-то у меня Не вышло И Конечно Все это Шевелится Мажешь Как масло На хлеб Да Очень Такое Хороший Хороший Материал Глина Я Поверил Этот материал Что это за кирпич? Ну Это кирпич Специально Огнеупорный Огнеупорный Кирпич Новенький Вот Ну У нас Как бы В основном В средине Должна быть Керамика Это По-своему Привлекательно Но Она была Здесь Керамика Мы Восстанавливаем Кирпич 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 Сейчас Как бы Чуть Не держать Что-то Может С той стороны Палку какую-нибудь поставить? Можно и поставить Под корочку Я думаю Что мы сейчас решим Этот вопрос По-другому Немного А теперь Мы его выравниваем Все у нас Становится Сразу На свои места Подмазать Очень важно Потом С этой щёточкой Все равно Почиститься И все будет Классно Можно сказать В полевых условиях Делаем Все Здесь Завалилась Туда Надо две палки поставить Отлично Грамотно Собрались Здесь Потом Ты начинаешь Заполнять Вот это Все Раствором Да? Замазывать Надо Все Замазать Теперь Глиной Подождение Здесь Раз Здесь На Может Проволоку хорошо натягиваю. Сделаем перевязку, чтобы это все удержало. Но, как мы смотрели вчера по греческим каналам, в принципе, то же самое делают и на наших каналах везде. Даже ребята умудряются просто на сухую выкладывать и потом обмазывать раствором. И все это держат. Мы как бы длинненьким телом кладем в углу. Мне еще понравилась глина, то что если руки в воде и она не перестает, она чувствительная и можно владеть и можно создавать шедевры. То есть это радует. Вот с чего там надо строить. Яскость. Крепость. Экологичность. Самое главное. Мы же мудрые, мы же разумные. Научились. Крепость. Крепость. Крепость, в которой собирается вся сырость мира. Вот наша крема. Глина даже не пропускает воду. Посмотрите на лужицы. Там, где глина стоит. Она стоит. Даже глиной колодцы обмазывали. Чтобы вода не пропускала. То есть съемкости для воды. Консистенция раствора. Я говорю, так как вам не нравится. Глина и вода. У каждого вода своя глина. Более песчаная. Более вязкая. То есть любая глина. Вот смотрите как. Мы просто насеяли землю. И делаем. Ну я думаю, что в ваших регионах легче купить пирог омут. Специальную землю. Специальный раствор. Специальный цемент. Я просто для себя делаю. Экспериментирую. Ну в смысле, как это будет смотреться. Как это все работает. Мы делаем экологически. Чисто. Вы делаете, как вам хочется. Кто-то вообще на сухую выкладывает. Насыпает землю в средину. Выкладывает на сухую. Потом обмазывает раствором. И это служит, как печка. Поэтому вам решать. Видите, керамика, видать, со старой печки. Обогрела немножко. Но это не мешает ей еще послушать. И вот керамика, видите. Вот. Поэтому. Собирайте керамику. С нее можно много разных деталей сделать. Керамика это... Это как почерк. Это... Это Византия. Это старина. Вот это керамические детки. Возможно, 100-200-300 лет. Мы не знаем. Можно вообще с одной длинной сделать пищу. Просто если у вас длинные в достатке. Я думаю, что мы это сумеем продемонстрировать. Давай назад подвинуть. Видишь, она наклонилась. Один с лишним китовских длинных пищи Сейчас нам надо понять, мы тренируемся, мы первый раз это делаем. Печку такую, да, первый раз. Мы не совсем такие блатные, понимаете. Я спрашиваю, Юра, говорю, не ждете, пока подсохнет предыдущий слой, предыдущий ряд, так кладете? Он говорит, ну, пока кладем, там видно будет, может, упадет. Надо сделать одинаково с той и с этой стороны. Создается большой угол наклона. Они не будут вниз сползать? Порешаем, когда будут сползать. Если будут сползать, тогда будут думать. Сейчас немножко пройдет времени, она подсохнет, да? Ну да, нам надо еще почистить плитку, потому что здесь много плитки, которая нечищена. Вот, я когда по крупичным собирал, что я ее буду чистить, конечно, нет. А вот, когда работаешь, зачистишь, а макаешь воду, и ставишь ее в нужное место. Я настолько щепетильно к этому материалу отношусь, как к плитке, я даже эту работу никому не доверил. Потому что я знаю заранее, какую плитку, куда я поставлю. То есть, у меня даже вот в низу, мелкая плитка, она будет стоять никуда не денется. А вверху я поставил побольше плитку, вот смотрите, плитка такая конкретная. То есть, она уже не так легко сползет. Когда я работаю со стенкой, у меня всегда наверху где-то в одном определенном месте камушки. Вот этот камушек вот такой, вот этот как плитка, вот этот как керамидия, вот этот как уголок, где я могу что-то, чтобы эту красоту создать определенную. И вы знаете, у меня всегда таких вот кусочков очень много. Вот ребята, когда работают, я прохожу, смотрю, в этого ничего, в того ничего, в этого ничего. То есть, как... Никаких кусочков. Да, такое ощущение, что никто ничего не собирает. Такое ощущение, что никому ничего не надо. Я не знаю, как, ну, мне почему-то всегда нужны вот эти мелкие кусочки. Я вижу, вижу у них красоту. И действительно, вот когда смотришь там определенные работы свои, и работают других мастеров, конечно, есть разница. Потому что другие мастера могут позволить себе острые какие-то кусочки, вот такие положить. А я уже как бы подбираю, чтобы не такой острый был, а чтобы он ровненький был, чтобы он гладенький был, красивый. И если они есть, я их стараюсь откидывать, откладывать. Все легко отмывается. Да, легко отмывается. Надо просто мастерок иногда мыть, потому что мастер... Устокнет, потом будет славным. Ну да. А ты, какого-то? У нас получается все без подпорок. Глина насколько вязкая, насколько хороша, что даже подпорки не нужны. Но главное, вот так просто пристукивать хорошо. И все. Итак, мы заканчиваем. Сейчас мастер вылазит. И сейчас я по-быстрому, сказать, снаружи закончу это все. Потому что здесь немножко сложная работа. Нужно применять определенную силу. Для того, чтобы создавать хорошую работу. Итак, мастера я оценил глину. И понял, что это вообще идеальный материал для строительства. Для строительства каменных работ. То есть, это насколько идеальный материал, что просто не передать. Потому что я, в принципе, знаю, с чего мы делаем и как мы делаем. И как в другой раз хозяева экономят. И какой там, какие там пропорции. И все это. И как мы делаем на известковый раствор. И как мы делаем на известковый цементный раствор. И все, все, все это я, конечно, знаю. Но, то, какие функции имеет глина. И не просто она имеет растворные функции. То есть, вязкость. Не просто, а она имеет функцию. Самую главную. Целебную функцию. Дом с целебного материала. Вот что вам надо. Я, Флор? Флор, айло, прокурор. И сейчас вот раствор. Половина глины и половина, половина отсева. Посмотрите, идеальный растворчик. Я сейчас, да, сам демонстрирую, как нужно работать. Идеально, идеальная глина. Сейчас осенью, и мы вчера как бы сделали, я хочу сейчас зачистить немножко. Ну, то есть, после такой зачистки, можно оставить как бы, как есть. То есть, простая щетка. Вот. И получается, каждый камушек видно, видите. Очень, очень удобно. Морские камни. Я специально всегда отлаживаю их. То есть, немножко как бы, зализанные. Они очень красиво смотрятся на таких работах. Я себе поставил большие камни. Ну, для маленькой такой атмосферы, платформы, не очень сильно смотрелось. А если на маленькую платформу ставить маленькие камни, ну, то есть, как у меня сейчас. Крупная морская галька. Вот, видите, какой результат. Сразу приобретает. Сейчас здесь немножко зачищу. Ранее утро. И потом я почищу вот эту перекладину. Мы его поставим сюда. И она будет вписываться очень красиво. И потом уже будем делать вывод. Вывод для дыма. Вот. Кто-то скажет, камушки не то. Камушки для тепла. Вообще-то я вам скажу, что камин или что-либо наподобие этого можно вообще с камня делать. Ничего с ним не произойдет. У вас там не такой большой огонь. Вы не разводите огонь для плавки металла. Вы просто делаете костер. Камни могут держать температуру. Поэтому в старину плавильные печи из чего делали? Из камня. Из камня. То есть, если вы найдете мягкий камень и поставите, сделаете вот печку. Я думаю, что он будет служить. Сейчас мы посмотрим, что там в среде него получилось. А ну, открыли. Пока темно, не видно. Надо фонариком посветить. Да, фонариком. Мы сейчас почистим в первую очередь, а потом уже будем светить. Глина еще не высохла. Ну, постепенно придет в норму. Сейчас мы еще наверх зальем глины. Все зальем глиной. Чтобы печка держала температуру. Вот. При этом мы не будем сеять глину. Просто вот так. Зальем. Здесь у меня сложено на глиняный раствор. А здесь цементный раствор. Ну, отличается. Разница есть. Свойства глины уникальные. Уникальные. Очень сильно уникальные. Вот эта часть, ее видно не будет. У нас на ее перекладину поставим. Ее вот не бойся. Здесь можно уже с кирпича делать. То есть, более упрощенный вариант. Более быстрый. Я рисую перекладину. Вот эту, как бы, стойку сделать для низшей арки. То есть, морских камушков. Смотрите, довольно неплохо смотрится, красиво. Вы тоже можете в своих городах, селах, поселках, дачах делать то же самое. Ну, единственное, если страна морозная, как бы, не внушается доверие, но если накрыть чем-то, придавить чем-то, тогда, да, это будет стоять. Ну, единственное, если вы там не поставили камень, который, в который нету нижней платформы, вообще, за счет лица, ребята ставят, то есть, камень, вот как бы, вот я вам сейчас покажу. вот он, вот такая, у него нижняя платформа, вот такая, вот, вот, ее поставят, мне не поставили, вот так вот, 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 они ставят, там, раз, выдавило, конечно, такие камни будут, выдавляться, за счет мороза, нашли вторую перекладину, то есть, с этого же дома, я ее немножко почищу, вот она, как бы, серая, я там красные камушки и оставлял, ну, серая, может, даже лучше, потому что, если будет дым, оно не будет следа, сильно видно, поэтому, я думаю, ничего, ничего здесь страшного нету, ну, вообще, с дома, что, что было, все эти перекладины, все, и все, как-то углы, что-то и ничего не осталось, в основном, как бы, должно оставаться, а у нас вот это осталось, и здесь еще, одна, и может, еще где-то, какую-то найти, можно, но все остальное ушло, а что чистить, ее помыть не проще? Можно потом помыть будет, я сейчас найду плитку, наподобие вот этих, чтобы подложить, немножко, эта колонна, немножко ниже, вот, ну, всего этого не будет видно, потом, это все будет, растирка, затирка, вот такая, и все это будет, красиво смотреться, помоги, посмотри, когда в эту сторону наклонено, это хорошо, а сейчас объясню, здесь немножко, у меня надо ударить, там, видите, уже, уже перекос пошел на ту сторону, сейчас я там немножко придавлю, и, почему я говорю, когда в эту сторону, когда в эту сторону перекос, вода собирается вот здесь, и она уходит вниз, если перекос немножко туда, вода по вот этой ступеньке, по нижней платформе, стекает, и пошла, пошла, пошла туда в середину, то есть, поэтому, мы не будем ничего делать, мы просто подровняем, здесь ударим немножко, и все, то есть, наклон должен быть немножко наружу, верхней части, наружу чуть-чуть, немножко ударить, ну, приблизительно нормально, нормально, но еще немножко ударить можно, но вот эти миллиметры, когда они, с камнем, и не нужны, ладно, давайте теперь посмотрим вместе, и так, поехали, еще, еще, как будто, здесь уже не идет, ладно, уберу одну плитку, посмотрим, уже наоборот пошло, не, не, нормально, ну, и уровень немножко, немножко уже, побитый, вот так, видишь, нормально, ладно, не имеет значения, значит, что мы сделаем здесь, здесь мы можем, еще немножко, как бы, вот, вот, вот это идеально, он положит, поставленный, то есть, видите, как у меня сделано, то есть, угол, вот здесь, вода будет собираться, это, это правило, для домов, для, для всего, то есть, чтобы правильно сделать, это, именно вот так нужно, дома строить, подоконники, не подоконники, откосы, верхнюю, 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 ну, то есть, все, он готов, он готов, вот, посмотрите, что будет видеть, заказчик, вот так он будет видеть, всю эту, атмосферу, которая создана вокруг, а мы сейчас, начнем, постепенно, делать дымоход, я сейчас, придумаю, что, туда поставить, какую-то плаку, красивую, и все, и здесь все, нужно, закидывать, здесь камень, можно поставить, и сколько, так надо бросать, глины, глины, сейчас надо немножко, это самое, ну, здесь мы глиной, закидаем, чтобы температуру, продержала, ну, и вот здесь, немножко накроем, еще глиной, а камни, там не надо в глину класть, просто глину, и все, но, сама глина, она сделана, как бетон, она вместе, с маленькими, уже камнями, то есть, конечно, можно покласти камни, реставрируем, реставрируем, да щас я там угол, отобью, и все, я ему поставит, ой, ой, как ты красивый, кто тебя за вас всадил, Это опасно, это опасно, это опасно, мы знаем тебя. Давайте попробуем померить, здесь нормально, все нормально. Сейчас я здесь маленькую вставку сделаю, если вот такую вставку здесь поставить, она будет идеально смотреться. Еще можно и вот такую вставку поставить. Сейчас мы здесь заложим, потом уже дымоход, дымоход, дымоход. Здесь выровняем, потом можно уже кирпич делать. Зачем кирпичный, если есть камень? Можно каменный сделать. ПОДПИШИЙ Какой камешек красивый. Это откуда камешки? С этого дома? Нет, это морской. Здесь мы чистили море. Я как всегда собираю камни. Чищу немножко, потому что они были чистые. Но здесь разные работы проводились. Савватор сгорнул, все перемешал. Мне пришлось их искать. Поставим этот сюда. Такой красивый. Вглубь идет. Сюда мыть керамики немножко добавим. Смотрите, вот такую керамику. Я всегда собираю. Ребята такие... О, дурила! Зачем он их собирает? Куда они пойдут? Берут, выбрасывают. И ребята же что? А именно вот такая керамика. Она красиво очень смотрится. Вот такой зазор, если мы его ставим. Все, вот эта мелочь. Она делает результат. Она делает результат. Вот так, допустим. Вот видите? Как это красиво может смотреться. Византийская кладка, за счет чего существовала, строилась. За счет вот таких мелких, 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 мелких деталей. Вот. И эта византийская кладка, она, вы знаете, по сей день стоит. И нормально стоит. Вот здесь заказчик, когда будет печь хлеб. Ну или кто-нибудь гости. Они однозначно обратят внимание, посмотрят. Так, какие здесь детали еще всунуть? Здесь мы сейчас поставим угловой камень. И все, можно... Можно работать, так сказать, по кругу. Ну, я сейчас постараюсь еще один ряд сделать. Еще один ряд камня. Выгнать такого мелкого. А потом мы уже посмотрим. Я немножко сужаю, как бы сужаю вот эту... Димоход. Димоход, да. Ну, это такое простое дело. Сможет каждый сделать. На глаз сужаешь на глаз? Ну, конечно, на глаз. Можно даже вот так камень с определенным наклоном. И оно получается красиво. Вот, наклончик, видите? Вот если я поставлю, вот идет наклончик. Камень ровно стоит. Другое дело, если мы его допустим вот так, и оно уже под углом. А так он ровненько. Его не надо сильно выравнивать. Видите, как он красиво выглядит. Сейчас мы с этой стороны тоже что-нибудь поставим. Ну, это уже обыкновенный скол. Видите, лицо есть, у него все есть. Красавец. Отлично встал. Как он. Обыкновенный сколький сколькант. Поставим угловой камень, это все зальнем глиной. Вот, и пойдет прямой дымоход. Валя до декапода старикового аккумулятора. Поставим филатки, а филатки? Да ты куда? Поставим его сюда. Валя до дымоход. 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 Вот здесь, видите, это обработанный механизм. Но камни должны быть вот такие. Потому что вот такая затирка. И она потом создает красоту. Вот такая как бы дикость. Главную красоту. Валя до дымоход. Последний камень вот я поставлю. Сейчас ребята здесь, новички мои, выровняют. Здесь выровняют. И все. И все. И потом уже пойдет чисто дымоход. А сейчас уже можно включать. Взять бумагу и попробовать запалить. Поехали. Да, я попробую помер нам или пустить низ. Убираем это чего-то бо 100 до 100 килограммов дома. Какая. Да, это miejsce. Убираем это дело. Мотовоход по телу после него. Да, опять. Я1000 в przysz kendодесе на европейской Caroline. Это уже уведобно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, немножко навел контуры. Вы посмотрите, какую красоту можно сделать с таких углов, необработанных углов. Но приблизительно по контуру они ровненькие. Я специально включаю камеру, чтобы вы посмотрели из того, с чего можно строить и из того, как бы передать те методы, те кладки, которые были раньше использованы. То есть, чтобы ощущалась вот эта кривизна, то есть вот эта живучесть, дикость камня, чтобы она ощущалась. И я еще добавлю, что я специально снимаю, чтобы вы это увидели, что можно с этим сделать. Вы увидите заключение, когда мы покажем вам уже финишную, то есть штукатурку, которая украсит эту печку. Вы увидите, с чего я делаю, то есть какой камень, какой то, какой это. И увидим, что с этого может получиться. Если кто-то хочет сказать, что это неправильно, нет. Это самое, что есть правильно. То есть нижняя постель есть, верхняя постель есть, нижняя постель, верхняя постель. Боковая кривая, то есть лицевая, боковая, то есть угол 90 градусов кривой. Это ничего страшного, это хорошо. Здесь постель есть, постель, нижняя постель есть. Все, все есть. К чему здесь придраться? Не к чему. то что это кривизна красота камня это его кривизна ну вот закончена работенка посмотрим с другой стороны все я довольный наверное купол надо сделать маленький наверное да только с у нас с этой стороны там уже бумагу шли раствор который чистить надо но и порядок все нормально сейчас я вот там немножко как бы откосы по делаю откосы они будут красивые и потому что будем дальше смотреть что делать убирать чистить и через день 2 сделаем расшивочку расшивочка будет вот такая а Продолжение следует... И в заключение скажу, что заходите к нам на сайт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и, конечно, мастера, учитесь зарабатывать, учитесь смотреть, учитесь работать с камнем, с керамикой, с разными материалами, как мы работаем, понимаете? То есть для меня, когда я начинал когда-то работать, для меня главное, чтобы была картинка. Картинки я не находил. Человека, который бы стал моим проводником, я не нашел. Поэтому слава Богу, что Бог дает дух, который ведет нас. Стройте из камня! Стройте из камня! Стройте из камней! Стройте из камней! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»